Всем привет! В этом видео я покажу как добавлять или удалять программы из автозагрузки в операционной системе Windows 10.8.7. Простыми словами, как сделать так, чтобы при включении ПК автоматически запускалась нужная программа. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Большинство утилит при установке добавляют себя в автозагрузку автоматически, без спроса пользователя. Также есть утилиты, которые не добавляются в автозагрузку автоматически или вовсе не имеют функции автозагрузки. Независимо от типа программы, в дальнейшем бывает довольно трудно найти в настройках программы ту заветную отметку, которая включает или отключает ее автозагрузку. Потому более удобный способ решения данного вопроса воспользоваться функцией автозагрузки приложений, встроенной в операционную систему. Пользователи хорошо знают, что новый компьютер обычно летает, а после некоторого временного периода эксплуатации начинает тормозить. Наличие большого количества программ в автозагрузке оказывает негативное влияние на скорость автозагрузки и работы операционной системы. Нужна ли определенная программа автозагрузки определяется индивидуально, исходя из потребностей конкретного пользователя. В этом видео мы детально разберем как добавить и удалить программу из автозагрузки с помощью стандартных настроек и с помощью дополнительных утилит. Итак, начнем. А начнем мы с самого простого способа с помощью диспетчера задач. Для того, чтобы его открыть нажмите сочетание клавиш Ctrl-Shift-Sk либо просто щелкните правой кнопкой мышки по меню пуск и выберите его здесь из списка. Если в диспетчере задач у вас нет вкладки автозагрузка, откройте окно выполнить и введите следующую команду. Как видите, здесь тоже есть вкладка автозагрузки. Открыв эту вкладку, вы увидите те программы, которые стартуют вместе с операционной системой. В списке представленных программ вам нужно лишь найти ту, которую хотите убрать из автозагрузки, затем просто щелкните по ней правой кнопкой мыши и нажмите отключить. При следующем старте операционной системы эта программа больше не загрузится автоматически. Второй способ убрать программу из автозагрузки с помощью сторонних утилит. Так как у меня на ПК уже установлена программа CCleaner, я покажу на ее примере. С помощью этой бесплатной программы можно не только очистить мусор с ПК, но еще и отключить лишнюю программу в автозагрузке Windows. Для этого в программе перейдите в меню сервис и откройте здесь раздел автозагрузка. В оплатке Windows отобразится информация о программах, автоматически запускаемых вместе с операционной системой. Если пользователь ранее убирал программу из автозагрузки, то эти приложения будут иметь полупрозрачный вид на фоне включенных в данный момент. Здесь отображены сведения о приложениях, расположенных в автозагрузке, состояние, раздел реестра, название программы, ее производитель и местоположение на диске. Для получения информации о программе выделите приложение, кликните по нему правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите один из пунктов, выключить, удалить, сохранить отчет, открыть в редакторе реестра и открыть в папке. Для отключения и удаления приложения из автозагрузки Windows выделите программу в списке приложений и для отключения нажмите на кнопку выключить, а для удаления программы из автозагрузки кнопку удалить. Еще один из способов убрать программу из автозагрузки через планировщик заданий. В планировщике заданий запускаются все запланированные операции, потому здесь можно найти приложение из автозапуска. Чтобы запустить его, в строке от поиска пишем планировщик заданий и запускаем. В параметре планировщик заданий локальный откройте папку библиотека планировщика заданий, выделите здесь автоматически запускаемое приложение из автозагрузки и в контекстном меню выберите пункт отключить или удалить. Следующий способ подойдет для опытных пользователей. Если вы знакомы с редактором реестра, можете удалить автозагружаемые программы с его помощью. Для этого откройте окно «Выполнить» с сочетанием клавиш Windows Plus R и введите сюда RecEdit. В Windows 10 можно воспользоваться строкой поиска. В окне «Редактора реестра» перейдите по следующему пути для текущего пользователя и поэтому для всех пользователей. Здесь выделите нужный параметр и просто удалите его из реестра. Теперь давайте разберем, как добавить программу в автозагрузку. Делать это тоже можно несколькими способами, но раз мы уже находимся в редакторе реестра, давайте с него и начнем. Здесь переходим по следующему пути для текущего пользователя и поэтому для всех пользователей. Затем жмем правой кнопкой мыши по свободному месту в окне редактора реестра, затем «Создать строковый параметр» и указываем имя, название приложения. После кликаем по параметру правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем «Изменить». В окне «Изменения строкового параметра» в поле «Значения» нужно ввести полный путь к исполняемому файлу приложения, а затем нажать на кнопку «Ок». Вот и все, программа добавлена в автозагрузку. Как по мне, это довольно сложный способ. Давайте рассмотрим что-нибудь полегче. К примеру, с помощью планировщика заданий. Ищем его в строке поиска и запускаем. Затем кликаем по параметру «Планировщик заданий локальный» и в разделе «Действия» жмем по пункту «Создать простую задачу». Указываем имя приложения и жмем «Далее». В следующем окне выбираем пункт «При запуске компьютера» и снова жмем «Далее». В окне «Действия» выбираем «Запустить программу» и «Далее». В следующем окне в поле «Программы и сценарий» нужно указать полный путь к исполнению файла программы, а затем нажать «Далее». Ну и в последнем окне «Завершение» остается нажать на кнопку «Готово». Вот и все. При следующем запуске системы программа запустится автоматически. Как отключить или удалить задачу из планировщика я уже говорил ранее. Ну и самый простой способ добавить программу в автозапуск это вручную добавить ярлык программы в папку автозагрузки. Для этого перейдите по следующему пути и просто скопируйте ярлык программы, к примеру, с рабочего стола в эту папку. Еще эта папка находится по следующему пути. Также существуют специальные утилиты, которые могут помочь вам с автозагрузкой приложений. Одна из таких программ – Авторан Органайзер. Она поможет вам снизить негативный эффект от одновременного автоматического запуска сразу нескольких программ. Ее менеджер автозагрузки имеет функцию отложенного запуска программ. Авторан Органайзер предложит отложить запуск определенных приложений на некоторый период времени, разведя их по времени друг от друга и автоматически запускаемые программы не будут влиять на скорость загрузки Windows, потому что будет запускаться через некоторое время после запуска системы. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.